Можно не делать трюков и пострадать на улицах Иркутска. По городу рыщут своры бездомных собак. Они все чаще группируются возле социальных учреждений. Ловят ли сейчас безнадзорных псов и кто контролирует эти работы, разбиралась Алена Полоненко. Оказаться на месте плюшевого медведя не хотел бы ни один житель этого Иркутского района. Но именно такого развития событий здесь очень боятся. Свора чувствует себя как дома сразу в нескольких дворах. Уже не первую неделю. Есть и взрослые особи, и совсем щенки. Но у всех одно из любимых мест прогулки – детская площадка. Они здесь гуляют. Они бегают, ну как бы пугают. Да. Если делать детские движения, там, ну они немножко укусить. Ага. Не было таких случаев еще? Ну было с этим мальчиком. Тебя как-то напугали. Да. На гротке. Аналогичная ситуация и в других иркутских дворах. Здесь загнать в клетку удалось не самих бездомных псов, а детей из дошкольного учреждения. Они просто не могли выйти с родителями за пределы садика. Собаки оккупировали территорию перед калиткой. В районе, который облюбовали бездомные собаки, на небольшом расстоянии друг от друга сразу три детских сада и школа. А значит под угрозой безопасность не просто десятков, сотен маленьких иркутян. При этом бездомных псов в Иркутске все-таки ловят. В этом году аукцион выиграла уже известная фирма «Пять звезд». Ну как выиграла? Компания единственная заявилась для участия и поскольку соответствовала всем критериям, прошла отбор. Раньше к приюту были нарекания. Несколько лет назад стало известно, что учреждение незаконно располагается на землях сельхозназначения в поселке Корлук. Сегодня питомник все в том же населенном пункте, уже на другом участке. И за подрядчиком стараются следить в оба. Выезжаем с ним и комиссионно. Специалист у меня выезжает с ним на отлов, уезжал тоже. Выезжаем постоянно в питомник, смотрим как собаки содержатся, в какие вольеры, в каком состоянии находятся. Да и сами как собаки, в каком состоянии находятся. Также вот нами сейчас создается комиссия регулярная. Будем выезжать раз в квартал. Ну это туда будут общественники входить. Из депутатского корпуса туда планируем включить тоже. И наши специалисты также. Контракт заключен до 30 июня. К этому сроку необходимо отловить более 600 собак. Уже поймано больше половины. А значит задачи справятся гораздо раньше. В этом случае контракт на вторую половину года разыграет, не дожидаясь середины лета. До конца 2018-го через приют пройдут почти 1600 псов. На улицах их на порядок больше. То, что одного отлова для решения проблемы уже недостаточно. Очевидно давно, но других вариантов, которые могли бы раз и навсегда снять вопрос с повестки дня, пока нет. Алена Полоненко, Владимир Пинаев, Марина Минченко. Новости по будням.